Дорогие украинцы, украинки. Сегодня в 7 вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российскими ракетами. Это были две ракеты «Искандер». Баллистические ракеты против жилого дома. В одном подъезде разрушены этажи с 4 по 9. Просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто на свете не назовет иначе. По состоянию на данный момент известно о шестерых погибших. Среди них ребенок, девочка. Ее звали Дарья. Ей было всего 10 лет. Вместе с ней погибла ее мама. Ее звали Наталья. Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. 69 человек пострадали. Десятки сейчас в больницах. Среди них есть и те, кто находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь. Я благодарю каждого и каждую, кто борется за жизнь людей. Спасательная операция была сложной. Падали части конструкции дома. На уровне четвертого этажа пожар. В общей сложности к спасению были привлечены более 350 работников ГСЧС, полиции и коммунальных служб. Помогали волонтеры. Благодарен всем. Особо отмечу сегодня за спасательную операцию в Кривом Роге таких работников ГСЧС, как лейтенант Вадим Кучкурда, младший сержант Владимир Гембихнер, старшина Виктор Ильика и Сергей Буцко, заместитель командира государственного военизированного горно-спасательного отряда. Полицейские. Подполковник Николай Гармаш, капитан Роман Бондарчук, врачи Владислав Волошин и Константин Исайченков, нацгвардейцы. Сержант Андрей Головин, капитан Денис Терещенко, коммунальщики Сергей Дмитриев и Андрей Шайда, Волонтеры Лариса Сидоренко и Виктория Третьяк. Спасибо. Очень важно, когда все вместе защищаем жизнь, помогаем преодолевать российский террор. По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкой. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей, нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения. И сейчас появляется все больше и больше открытой информации, в частности расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. И, кстати, мы не раз предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме. Надо действовать всем вместе, существенно ужесточать санкции за террор, существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет, но отвечать решительностью. Именно решительностью в поставке Украине необходимого современного оружия, в частности дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей. Сегодня же российские нелюди обстреляли Херсон из артиллерии. Погиб сотрудник полиции. Мои соболезнования. Ранены 9 человек, среди них ребенок и 4 волонтера общественного объединения «Город силы». Несмотря на любой российский террор, несмотря на любые попытки России шантажировать мир, общие наши силы, всех в мире, кто ценит жизнь, достаточно, чтобы преодолеть зло. Мы можем не только нанести поражение государству террористу, но и обеспечить победу справедливости. Когда все, кто виноват в терроре, будут нести ответственность. Но для этого нужно ежедневно, еженедельно, ежемесячно укреплять наше сотрудничество и увеличивать давление на агрессора. И я благодарю всех в мире, кто именно так и делает. Я благодарю всех, кто защищает свободу и человечность вместе с Украиной. И, конечно, наши воины, Бахмут, весь Донбасс, Орехов и все наши южные позиции, границы, и каждая и каждая, кто оберегает покой регионов нашего государства. Наши защитники и защитницы неба. Благодарю вас, наши герои. Работаем над новым оружием для вас. Вместе приближаем победу. Слава Украине! Разум наближаем перемогу. Слава Украине!